Привет, друзья, я Григорий Герман. Все знают, что эту войну начал Путин. Так а почему его нельзя просто грохнуть? Вот просто каким-то одним из ста тысяч возможных способов уничтожить проблему в виде ее главного источника, то есть Путин. А так ли все просто? А так же действительно ли в последнее время западные страны выставляют абсолютно четкую линию красных флажков, за которую загоняют, и Путина, и российскую экономику? Почему Байден не использует те инструменты, которые уже сейчас лежат у него на столе в овальном кабинете, которые могли бы разблокировать помощь Украине? Почему он до сих пор тянет кота, ну, в смысле спикера Джонсона, за хвост? Ответы на эти и многие другие вопросы в разговоре с Игорем Чаленко. Оставайтесь, будет интересно. 2024 год и конец 2023-го стали достаточно неожиданно приятными для всех, кто наблюдает за тем, как развивается санкционная политика по отношению к России. После принятия Белым домом вот этих вот двух достаточно любопытных указов, после того, как начали хлопать нефтяные танкеры, нефтяной флот, сократив тем самым возможность России продавать нефть дороже установленного коридора, и санкции, которые касаются банков, да, потому что даже отдельные китайские банки, турецкие банки, кипрские банки, кровь от крови, соль от соли, бизнеса русского, начали отказываться от любых взаимодействий со своими русскими контрагентами. А можем ли мы говорить, что на самом деле решение додавить пляшилового гриба в Кремле, в принципе, уже принято, и сейчас разрабатывается и начинает использоваться инструментарий, который его, собственно говоря, и подведет к тапку? Очевидно, это блюдо, которое должно, во-первых, подаваться холодным, и постепенно, постепенно, кусочек за кусочком поедать российскую экономику. То, что вы сейчас назвали, это лишь один из элементов, поскольку вот вы указали маркеры по нефтяным суднам, которые перевозят, соответственно, это лишь только часть борьбы с нелегальным нефтяным флотом Российской Федерации, а дополнительно с этим на уровне стран J7 введены новые требования по соблюдению верхней позиции по цене за марку Урлс. То, что продает Россия нефть, чтобы не превышало это 60 долларов. Теперь каждое, даже официальное судно должно абсолютно на каждую товар, на каждую загрузку получать отдельный документ, который будет свидетельствовать, что не нарушаются санкции. Как только этого документа нет, прощай, страховка. Все, нет страховки, это еще очередной способ давления на российскую экономику сегодня. Далее, вопрос расчетов. Мы же видим, как сейчас нет возможности рассчитаться там с рядом стран банально в долларах. Запрет же стоит? Да, это было возможно. А вот Индия каким образом рассчитывается? Рупий, да. А Россия принимает рупий? Нет. И проблема обменять. А для того, чтобы обменять эти рупии, Россия ищет помощи, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. Мало того, что россияне продают нефть с дисконтом минимум 15%, а бывает и 20%, и 25%. Плюс они еще теряют на конвертации. Для того, чтобы эти рупии обменять на другую валюту, свободно конвертируемую. Итак, шаг за шагом российская экономика теряет деньги. Взять, к примеру, прошлый год и что мы видим? А мы видим то, что они уже потеряли только по состоянию на 2023 год в районе 190 миллиардов долларов. Для понимания, что произошло. На войну в Украине в 2024 году официально с федерального бюджета Российской Федерации, ну, приблизительно это в районе 105-107 миллиардов долларов. То есть, на самом деле, за прошлый год они потеряли бюджет фактически за два года войны в Украине. К чему это сейчас приводит? Приводит это сейчас к уменьшению их жировой прослойки. А их жировая прослойка – это фонд национального благосостояния. Посмотрите, как он вянет. Это ж те деньги нефтегазовые, которые кидались пенсионерам на будущее Эльдорадо, будем так это назвать. Но ситуация меняется. Я слышал еще, что Россия совершила удивительный финтушами. И так как Венесуэла согласилась поменять свое старое российского производства вооружение, вертолеты, установки артиллерийские, на более свежее американское. Американцы нам передают венесуэльское. Россия решила отказаться от венесуэльских бананов. И теперь они будут покупать бананы в Индии. За рупии. И это достаточно прикольная штука. Раньше Россия получала за свои энергоресурсы нефтедоллары, а сейчас будет получать нефтебананы. Это, мне кажется, достаточно ярко. Ярко, красиво и молодежно. Абсолютно. То есть мы видим на самом деле, какие ухищрения сейчас пытаются внедрять в Кремле для того, чтобы обходить санкции. Но их обходить становится все тяжелее и тяжелее. Поскольку, а, закрываются сегодня возможности для нескольких ходовок. То есть там, где обход санкций идет, там один-два шага. Это уже просчитывается. То есть мы видим, что сейчас уже все-таки есть политическое, все-таки желание, политическая воля внедрять уже ограничения против вот этих прокладок. И это очень просто центрический момент, который сейчас будет вбивать гвоздь в крышку гроба российской экономики. Мы с вами обсудили, что Россия недозаработала. В прошлом году обсудили бюджеты, обсудили то, что все это будет забираться из Фонда национального благосостояния. А почему? А потому что российские же деньги заморожены. То есть вот суверенные активы, они заморожены. Так Россия сама заморожена. Извините за каламбур. Россия сама, да, замороженная, но вот нас больше всего интересуют активы. Активы, которые заморожены в основном в Бельгии, в Европе и определенная небольшая часть там Соединенных Штатов. И вот тут вот, насколько я понимаю, тоже есть определенные подвижки. Не по поводу того, как конфисковать все эти деньги, но как их использовать в пользу Украине. Сейчас основной вариант это использование прибыли, процентов. То есть тело остается пока еще замороженным, но прибыль, которую получают сегодня на национальных уровнях банковские системы, на общеевропейском уровне. Вот эти деньги, они могут пойти, соответственно, для Украины, для восстановления, для других нужд. И там более даже 4 миллиардов евро буквально за один год, даже если будет принято решение даже в рамках этого года, такая сумма может в теории все-таки прийти на помощь официальному Киеву. Но, тем не менее, опять-таки, отмечу, что те договора, точнее говоря, соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которые мы подписали уже с Великобританией, сейчас с Францией, будет с Германией. Там есть положение, которое показывает, что эти средства будут заморожены до того момента, пока Российская Федерация полностью не компенсирует убытки Украины. А учитывая, да, то, что сумма сейчас уже перевалила за 486 миллиардов долларов, то, что сейчас посчитал Мировой Банк касательно суммы на восстановление, то это как раз четко показывает, что действительно страны Запада настроены серьезно на дальнесрочную перспективу. Но, опять-таки, они боятся сейчас делать резкие шаги для того, чтобы не дестабилизировать свою внутреннюю финансовую систему. В этом тоже можно их понять. Но тоже это, знаете, не надо искать сейчас объяснений, почему нельзя. Надо искать механизмы, почему это можно сделать и как можно быстрее это сделать. Я думаю, технически, конечно же, можно найти сегодня решение, и оно уже ищется. Плюс есть вариант, например, на всю сумму, на все эти около 300 миллиардов евро, взять на них, грубо говоря, взаймы что-то, и выпустить что-то вроде евробондов, ну и обеспечить эти евробонды будущим этими деньгами. Тоже есть такой вариант, который рассматривается, как оплачивать помощь Украине. Вот мне вот это нравится, да, сейчас уже идет поиск каких-то инструментариев. А давайте вот так вот, а давайте вот так вот. Не-не-не, это сложно, давайте вот с этой стороны подойдем. Да, то есть никто не говорит, что нет-нет-нет-нет-нет, все это запретано, все табу, нет-нет, ни в коем случае нельзя. Уже ищутся возможности и способы. Более того, ну фактически не прямо, но даже сам Путин, переслушайте его пресс-конференцию в прошлом году, он чуть ли уже не махнул рукой на эти 300 миллиардов, сказал, что да, они якобы заработали уже большую сумму. То есть, ну такое. Да, конечно, Россия сейчас попытается юридически отстоять свое право на эти деньги и так далее. Но тем не менее, уже даже политически, если уже Путин сам махает рукой на эти деньги, то это в том числе сигнал сегодня для Европы, что ну берите уже, то есть фактически реальная судьба этих денег предрешена. Окей, по поводу Путина, понятное дело, что Российская Федерация и сам ГРИП каким-то образом будут пытаться разрушать вот то единство, которое сейчас есть среди стран Евросоюза, а будут пытаться, уже пытаются разрушить, не скажу, что разрушили, да, но во всяком случае пытаются нагадить в поддержку Соединенными Штатами Украины, поддержку, которая была единогласной, я напомню, да, сейчас она уже находится среди предметов политической борьбы. А что Путин делает для этого? Что Путин делает для того, чтобы не позволить Европе и Западу одним фронтом выступать на ниве его придавливания тапком? Ну, во-первых, фактически он предлагает симулякор мира, то есть он разными, там, своими глашатаями, лоббистами, даже и через западные средства массовой информации кидает месседж, что он якобы готов к миру. Понятно, что никакому миру он не готов, что также подтвердило интервью Такера Калсона, несмотря на то, что он опять-таки рассказывает, что он не отказывался от переговоров и так далее, но контекст, контекст сказанного показывает, что Путин не готов сегодня к справедливым переговорам. Понимаете, у них есть концептуальная проблема у всех этих предложений, поскольку Российская Федерация, она же свою Конституцию как в 2014 году внесла весь полуостров Крым, так и сейчас она внесла полноценно четыре украинские области. А вопрос, вопрос встречный, а контролирует ли она эти четыре области? Нет, не контролирует. Ни правобережье Херсонщины, ни Запорожье, как областной центр и там часть региона, не даже на 100% не контролирует ту же Луганскую область, я не говорю уже о Донецкой. То есть это просто говорит о том, что даже если сесть за стол переговоров, у них из Конституции этого не уберешь. И, соответственно, это казус бели. Казус бели двигаться дальше через определенный период, когда Россия просто усилится. То есть, очевидно, таким образом просто пытаются замылить нам логическое мышление и, знаете, убрать в сторонку те предложения, которые полностью основываются на международном праве. Это украинская формула мира. В конце концов, вот смотрите, с 22 года, с апреля месяца, что предложила Россия в качестве мирной инициативы? Вот хоть одно предложение официально. Не было ничего. Единственная фраза, которая звучит из интервью к интервью, от спикера к спикеру, они от переговоров не отказывались. За это время Украина построила полностью то, что мы называли там Копенгаген, Джида, на Мальте, уже готовится сейчас саммит мира глобальный в Швейцарии, вокруг украинской формулы мира. Приняты резолюции, соответственно, на уровне Генассамблеи ООН. Вот реальная работа. Вот то, что даст возможность в будущем открыть нормальные переговоры. Ну, конечно же, не забываем о наших силах обороны, которые тоже, это немаловажная часть, и, по-моему, даже основная часть во всем этом процессе. Но, тем не менее. И Российская Федерация сейчас, она понимает, что она теряет. Она теряет корабли Черноморского флота, она теряет сейчас свою нефтянку на территории самой РФ, теряет ряд других критически важных инфраструктурных объектов двойного назначения, которые используются российскими войсками. И она понимает, что чем дальше, тем Россия будет хуже. Поэтому она сейчас и пытается устроить такую заморозку. Но хорошо, что Украина имеет, что на это ответить. Все-таки эта подготовка украинской формулы мира, она продолжается, несмотря на попытки срыва, мы это видели и в прошлом году, в конце, в декабре месяце. И сейчас это продолжается. Но, тем не менее, у Москвы это не получается. Почему Байден, условно говоря? Мы понимаем, что на самом деле инструментарий у Байдена есть. Инструментария у Байдена хватает сейчас для того, чтобы оказать Украине помощь. Ну, то есть, начиная от приема, приемки нового биля про Пол-Инглизу, согласно которому Украина будет покупать и должна будет в кредит за все то, что мы будем забирать со складов и использовать вооружение, так, как было Советским Союзом. А потом будем отдавать 70 лет, да, или там 80 лет, сейчас по чайной ложке. Или вот еще один план был недавно озвучен о том, что они могут, условно говоря, передавать оружие Греции, да, каким-то образом Греция передает нам. Или наоборот, продавать свое оружие Великобритании, а Великобритания уже передает это оружие нам. Почему Байден сейчас не использует все эти инструменты, а продолжает тянуть кота Джонсона, в смысле, за хвост? А вот это как раз и является сближением позиций. То есть на самом деле, несмотря на то, что демократы с республиканцами, ну, довольно много горшков побили в теме помощи Украины, но, во-первых, голосование в Сенате, где 22 республиканца проголосовало за, сейчас республиканцам нельзя показывать отсутствие единства внутри партии. Перед президентскими выборами. И именно поэтому я считаю, что Трамп и вынужден был заявить, что не давайте бесплатно, отдайте в долг. Но отдайте в долг, если не смогут отдавать эти деньги, пусть не отдают. Ну, это же не просто так сегодня говорится. Это попытка найти уже какую-то, знаете, компромиссную позицию. И я считаю, что на самом деле в ближайший месяц все-таки помощь будет проголосована Украине. Но для этого Белому дому необходимо будет немножко смягчить свою риторику. Поскольку сейчас мы видим, ну, она полярная идет, обвинение конкретно Байдена-Трампа. В таких условиях не может быть принять решение. Но впереди у нас супер-вторник. Это 5 марта, когда будет 18 штатов в праймериск голосовать. Как только мы перетнем эту границу, три недели сессионные у палаты представителей. И именно тогда, я думаю, скорее всего, будет найден компромисс и будет проголосована помощь Украине. Испуганная Трампом и трамповскими заявлениями Европа, да и Соединенные Штаты, в принципе, сейчас активизируется в том числе и потому, что никто не понимает, как себя будет вести Трамп в овальном кабинете. О чем он будет говорить, что он будет хотеть, и куда он будет двигаться сам, и куда он будет двигать Соединенные Штаты, и как далеко ему на этом пути позволят зайти Deep State. Могут ли Соединенные Штаты и Европа сейчас, до прихода Трампа, сделать все для того, чтобы Украина вышла на административные границы Крыма, вышла на границы Ордлок до 24 февраля? И Россия тогда будет считаться проигравшей в Украине? Конечно, будет считаться, но для того, чтобы сделать такой матч-бросок, будут задействованы такие ресурсы, которые могут непосредственно ввязать Соединенные Штаты в конфронтацию с Российской Федерацией. А именно сейчас Байден до сих пор боится этих красных линий. То есть это не то, что ему Путин рисует, это то, что сам непосредственно Байден себе рисует. И именно поэтому мы видим, все-таки продолжается вот эта контролируемая эскалация. То есть когда не выходят за определенные рамки. Сейчас мы находимся в периоде подготовки запуска авиационной коалиции. Это очень серьезный шаг. Это восстановление паритета в небе, когда российская авиация не сможет доминировать в украинском небе. И понятное дело, что это очень серьезно изменит ситуацию. Но параллельно с тем, конечно же, мы должны говорить, что необходимо получать новейшие виды вооружений. Не зря же тот же Байден проводил большие переговоры именно с производственниками американскими, из их военно-промышленного комплекса. Для того, чтобы именно получать не старье из залежей, не старье, а то, что является на острие прогресса. Вот GLSDB, которое нам передали, это же и есть как раз пример вооружения на острие прогресса. Такого вооружения нет ни у Соединенных Штатов, ни у Швеции, которые вот, ну они же создали это вооружение, но у ихних армий его нету. Понимаете? То есть мы уже видим пример использования самого передового вооружения Украины. Просто вопрос, конечно же, в объемах. Это должно приходить максимально то, что сейчас запрашивает наш Генштаб. Ну и, конечно же, вопрос ритмичности, чтобы не было вопроса дефицита снарядов. Да, если есть возможность замены сегодня беспилотника, мы видим и Украина готовит миллион беспилотников, и наши партнеры, такие как Великобритания, как Латвия, они дают сегодня то, что необходимо Украине, но нужно больше, нужно чаще для того, чтобы получать необходимый результат. А по поводу того, что они могут сделать, но вот сделают ли, видят ли они в этом свой плюс какой-то, видят ли они в этом свою необходимость, так как сейчас разрабатываются инструменты перевести, заставить эти деньги замороженные работать на Украину, ищутся ли сейчас точно так же инструменты для того, чтобы реализовать вот эту вот стратегию до прихода Трампа, закрыть вот этот вот вопрос, в том числе и закрыть вопрос с Российской Федерацией, с этой войной? Ну, очевидно сейчас, что все-таки идет подготовка к долгосрочной войне, то есть к долгой, и мы это видим и в принятиях решений, и даже как Пентагон сейчас для себя расписывает планы на года вперед, он учитывает, что война будет продолжаться. Но, понимаете, нюанс в чем? Не Соединенные Штаты должны поставить точку в этой войне, а агрессор. Нет, я не о том говорю. Россия, понимаете, эта война продолжается настолько долго, насколько продолжает свою агрессию Российская Федерация. Украина, конечно же, она сейчас делает все, чтобы выйти на границы 91-го года, и совершает просто феноменальные рывки. Да, где-то у нас не все получается, как показал 23-й год. Но, опять-таки, это война, это жизни людей, и кидать просто в топку необдуманно никто не будет. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что происходят технологические изменения. Абсолютно новое слово. Война 24-го года, это будет совершенно другая война, не такая, как в 22-м году. И это как раз говорит о том, что нам главное быть всегда на шаг впереди. В беспилотниках мы сейчас это показываем. По асимметричным действиям мы это сейчас показываем. Но это нужно делать более массированно, плотно, для того, чтобы наносить еще больше урон Российской Федерации. Ну и, конечно же, очевидно, работать у них в тылу, непосредственно на их территории. Мы уже видим, если мы уже до БАМа достаем, то что же тут говорить тогда уже? Ну, России стоит задуматься. Да, напрягайся Владивосток. На самом деле это не мы. Мы же все знаем, что это все, вот БАМ, это как мы могли дотянуться до БАМа. Доехать туда даже сложно. Там просто БАМ-БАМ произошло. БАМ-БАМ-БАМ. Просто БАМ, ну да, надо назвать по-другому эту магистраль. И все, как назвали, так она и есть. А вопрос еще в том, готовы ли западные элиты в течение ближайшего времени до прихода Трампа, в принципе, переходить с Россией на какой-то переговорный трек. Потому что, ну вот, ни от одного из официальных лиц я не слышал до сих пор того, что, ну да, ну, необходимо выходить, хотя бы начинать выходить на переговорный трек с Путиным. И тут важно не с Российской Федерацией, а именно с Путиным, который сейчас ее олицетворяет и рулит. Я думаю, скорее всего, наоборот. То есть готовы к переговорам, стратегическим переговорам, но не с Путиным. То есть видят настолько уже маниакальность нынешнего президента. Да, понятно, что он якобы переизберется на пятый срок, а на самом деле это будет просто его коронация. Эти выборы это просто фарс, конечно же, мы это понимаем. Но вы же поймите, что сейчас делают европейские лидеры. Они поддерживают альтернативную Россию. То есть те сейчас, ну, разные люди, россияне, которые находятся за границей, их называют иноагентами, их любят называть либералами, как хотите называйте. Я могу говорить, что там они недостаточно эффективны, они боятся. Даже вот эти шильдыки, которые они себе ставят, что они там являются иноагентами в своих средствах массовой информации. Но это боязнь определенная. Но тем не менее, европейские страны ищут именно в этих людях альтернативу. Следующую Россию, понимаете? То есть невыгодно сегодня уничтожать Россию. Но они хотят видеть Россию другой. Они хотят ее видеть демократической и абсолютно прогнозируемым, адекватным партнером. Но, с другой стороны, конечно же, страх может определенные страны сейчас вынуждать говорить, опять же, та же Венгрия вспомним, что давайте договариваться с Россией и так далее. Но Венгрия живет на этих энергоносителях. Понимаете, они берут деньги с Брюсселя, они берут деньги от Путина и на этом живут фактически. Но, тем не менее, я вот вижу как раз действительно вариант того, что на Путине уже поставили жирную точку. И эта жирная точка была, это резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прямо сказала, как только Путин якобы побеждает на вот этих президентских выборах, все, Путин диктатор, Россия диктатура. Что это как не черная метка для нынешней кремлевской власти? Но, не только хорошо, но это черная метка для Европы и для Запада. Но мы же видим еще и поведение человека, который, мягко говоря, не отличается особой демократичностью, хотя на выборы пошел и реальный выборный процесс в стране обеспечил и в результате этих выборов победил. Я говорю об Эрдогане. Человек, который ищет свою выгоду для своей страны во всей вот этой ситуации. Но до определенной черты, потому что, как я уже вначале говорил, турецкие банки начали делать вот так вот, и это явно происходит несведомо Эрдоган. А есть версия, что Путин отменил свою поездку в Стамбул на переговоры с Эрдоганом как раз аккурат в тот момент, когда Надеждину отказали в регистрации. Есть версия, что Эрдоган просто не захотел встречаться с Путиным до выборов, до тех пор, пока он не подтвердит свою легитимность. То есть мы-то, конечно, с тобой, брат, диктаторы, но смотри, я не забоялся пойти на выборы, и я на них победил. А что у тебя? Ну, еще плюс нюанс в том, что... Вы помните, как долго обещался Путин приехать в Турцию? Да, да, да. И к визиту к Эрдогану. После выборов, сколько времени прошло? Более полугода прошло. Но визит так и не состоялся. И мало того, он перенесся на май месяц, да, там говорят, либо там апрель, либо май месяц. Либо еще, может даже через год, но просто это нюанс о том, что есть определенные договоренности, но если политическая воля встречаться, и действительно, несмотря на всю ту дорогую бюрократию, как там, как Песков говорил, да, там, выборы это не демократия, да, дорогая бюрократия, вот. Ну вот, по сути, по сути, да, Эрдоган сейчас, он может видеть разные пути, на самом деле, развития Российской Федерации. Да, понятно, что Путин останется, но вопрос, насколько он будет силен, а не захочет ли Путин после своего переизбрания идти на эскалацию ситуации, на войне с Украиной? И как после этого, как Эрдоган там встретился, Эрдоган же у нас кто? Он как такой, знаете, извините за сравнение, кот Леопольд. То есть он пытается примирить, то есть показать, и вам будет выгодно, и вам, а ему еще больше будет выгодно. То есть на самом деле, и в этой ситуации, то есть он пока подождет, он посмотрит, подождет. Плюс опять-таки, что должно было обсуждаться на встрече Путина с Эрдоганом? То, что вкидывали. Новый зерновой коридор? Вопрос, а на какой планете они живут? Ну то есть, когда работает транспортный коридор, когда Россия там не нужна, абсолютно не нужна. Единственная роль, которая нужна сейчас конкретно от Турции, это работа по разминированию акватории Черного моря. То, что мы видим, в январе месяце состоялось подписание договора с Болгарией, с Румынией. И вот в этом направлении должна продолжаться работа по разминированию. И это правильно. Никаких более соглашений с Российской Федерацией в русле зернового коридора быть не должно. Максимум это попытка остановить те атаки, которые продолжаются по одесской инфраструктуре и так далее. Вот это да, вот это надо останавливать. Но Эрдоган, понятное дело, он сейчас будет вести себя максимально хитро. Плюс, обращу ваше внимание, он же все-таки перед вот этой запланированной встречей, он получил по F-16 разрешение. Была проведена тема и отпустил от себя Эрдоган тему Швеции в НАТО. Осталась Венгрия, которая никак не может ратифицировать. Это же как раз показывает, что Эрдоган немножечко и сблизился и со Штатами. Поэтому да, он играет сейчас, он идет по этой тонкой линии. И ему невыгодно показывать сейчас усиление сотрудничества с Путиным. Вопрос, который задает себе каждый житель этой планеты, заинтересованный и интересующийся темой российской агрессии в Украине. А каждый раз, когда он открывает новости и видит там какое-то выступление Путина. Вопрос, почему Путина просто тупо не мочканут каким-либо из 120 тысяч возможных способов, начиная вот тамагавка и заканчивая отравленной брошкой? Ну, мы же понимаем, что такая атака непосредственно на Путина, она вызовет цементование фактически, цементирование его образа, борца с Западом и возведет путинизм на новый уровень. Поэтому, если и устранять Путина, то с полной дискредитацией его как политика. То есть, как, помните, в Советском Союзе после эпохи Сталина, как вот происходил этот процесс при Хрущеве тогда очень активно. И, схоже, на самом деле необходимо дерашизацию, ну, с точки зрения отказа от идеологии расшизма проводить в Российской Федерации. Но это очень такой нежный процесс, на самом деле, комплексный. А ликвидация президента, ну, президента ядерного государства, вы просто понимаете, какие на самом деле могут быть риски. Поэтому я более скажу, ну, скорее всего, надо поставить свечку за упокой первому лицу их государства и, видимо, ждать, когда биология сделает свое дело. Потому что, ну, очевидно, сам Путин хочет находиться при власти до 1936 года. Я думаю, что его съедят его же челядь намного раньше. И уже были попытки, и даже ситуация с Надеждиным, я абсолютно уверен, что эта попытка сейчас изменить непосредственно теми людьми, которые окружают Путина, изменить нынешнюю ситуацию, Путину самому не верят. Просто часть из них стали больше бояться. После ситуации с Пригожиным и тем бунтом, что произошло, Путин, ну, нас страшил немножко, так, условно говоря. Но, тем не менее, думаю, что все вот эти скандалы определенные, натянутости, они будут усиливаться и будут влиять дальше на российскую власть. Ну, за сказанное не чокаюсь тогда. Спасибо. Так точно. Спасибо.